Добрый вечер! В прямом эфире НТВ экстренный выпуск программы «Список Норкина». Минувшей ночью в центре Москвы был убит Борис Немцов, самый известный в мире российский оппозиционный политик. Прежде всего, от себя лично и от имени моих коллег я хотел бы принести соболезнования родным и близким Бориса Ефимовича Немцова. Сегодня в нашей студии будут люди, которые лично знали Немцова и как политика, и как чиновника, и как друга. У каждого из них есть свое видение причин случившегося. Но, насколько я понял, в чем мы здесь едины, это следующее. Возможно, мы столкнулись с самой громкой политической провокацией в новейшей истории нашей страны. Я представляю первых гостей сегодня в нашей студии. Председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский, вице-спикер Государственной Думы России Сергей Железняк. Владимир Вольфович, убийство Немцова, что это такое? Можно ли каким-то образом оценить масштаб этого преступления? Конечно, нам всем это печально. Мы все против этого. Даже государство не имеет права убивать от своего имени. Смертная казнь запрещена. Но, какая бы ни была версия, партийные разборки, Нижний Новгород, Украина, какие-то там митинги. Вот вся его деятельность, я вынужден говорить, пусть на меня никто не обижается, она была отрицательной. С первого дня. Вот мы с ним были противники. ГКЧП. Я за ГКЧП, он за Ельцином стоит там его, так сказать, в ногах и хлопает ему. Он губернатор Нижнего Новгорода, я приезжаю, он, значит, теплоход наш, чтобы не пристал к Нижний Новгороду, опускает, дает команду, уровень воды, Волги, это же преступление. То есть вы были политическими оппонентами? Постоянно, постоянно, постоянно. При летаемом самолете пикеты выставил, прямо у трапа. Арзамас, атомный центр, американцы ходят, как хотят, мы подошли, против нас автоматчики. Область в долгах. То есть как он делал реформы? Ему, его друзья в Москве, Ельцин и их команда, это команда Ельцина. Дали кредиты, а он не возвращает. И все, о, какой молодец реформатор, ты верни деньги. После него губернатор Скляров на посту умер. Потому что вся область в долгах. Но то, что вы говорите, это, в общем, уже было давно. Так хорошо, в правительстве что они делают? Гайдар и, значит, Чубайс и ООН, все это Ельцинская команда. Это Ельцинская эпоха. Вот она уходит медленно. Это печально, когда убивают, лучше, когда человек сам по себе умирает. Но они же разрушили все. Ведь сегодня, если что-то есть плохое в нашей стране, это заложено было ими. Это они сделали. Это они ввели выборы губернаторов и пришли к власти или красные директора, или бандиты. Это сделал Немцов. Он уговаривал Ельцина. Зачем он это сделал? Потом он ногти кусал. Владимир Владимирович, эти люди, о которых вы сейчас говорите, они потеряли власть. И они долгое время находились в оппозиции. Это же не повод для того, чтобы убивать. Не, я не веду. Убийство мы вообще отрицаем. Но вы понимаете, скапливаются в обществе эти вот все противоречия. А если вообще бытовой момент. Эта девушка, ранится 30 лет. Что это за свидание в ночной Москве с Украиной? Топ-модель. На Украине идет война. СБУ знает Украину об этом? Знает. Разве не могли провокацию устроить? Сорвать перемирие. Все уже хорошо идет. Надо что-то сделать в самой России. Чтобы опять накал отрицательного пошел в Россию. Это тоже могло бы. Вы можете сказать, что... Он мог девушку подобрать из Сибири. Вы можете мне сказать, что это провокация. Убийство. Конечно. Это провокация. И это вот, я говорю, причина может быть. Вот чисто бытовая. Сейчас про причину мы будем говорить. Это партийные разборки. Нижний Новгород. Хорошо, мне хочется сначала о сути имени. Поэтому смысл. Вы понимаете, вот почему Явлинского не убили, Ходорковского, там не знаю. Касьянова, Рыжкова. Ну, слава богу, что их не убили. Они вели себя по-другому. То есть он сам на себя вызвал ненависть те группы политических, которые хотели, чтобы он ушел. Он вызвал своим поведением. Он должен был это понимать. Но он шел, вперед шел. Так сказать, не останавливался. Он взял ту скорость, которая привела его к этой катастрофе. Я понял вас, Владимир Вольфович. Его личного такого поведения. Остальные вели себя по-другому. Говорили в эти последние часы очень много, что Немцов был ярким таким человеком. Я, тем не менее, постараюсь ухватиться за то, что говорил Владимир Вольфович. В течение 20 лет можно как угодно относиться к Немцову. Мы тоже с ним были принципиальными оппонентами. Но, тем не менее, он был достаточно последователем в своих взглядах, в своем видении мира. И в течение 20 лет он, тем не менее, продолжал и жить, и работать, и осуществлять политическую свою деятельность. И надо, конечно, чтобы было проведено профессиональное следствие, и были установлены виновные, и понесли суровое наказание. Но нужно понимать, что само место, и время, и способ совершения этого жестокого убийства приводят к мысли, что это не случайно. А, соответственно, отсюда и утверждение многих экспертов, которые сложно оспарить о том, что это убийство было демонстративно сделано накануне проведения того протестного мероприятия, которое планировалось в Марина. Ну, поясните, Сергей Владимирович, в чем демонстративность? Я как раз хочу сказать. Понятно, что протест за последнее время, несистемный протест, потерял большую часть своих сторонников. И те, кто стоит за ним, прекрасно осознавали, что нужна какая-то эмоциональная, сакральная жертва для того, чтобы всколыхнуть протест, для того, чтобы увеличить напряжение в обществе, для того, чтобы его расколоть, наше общество. И, вы знаете, наша главная сейчас задача, кроме того, чтобы действительно дать следователям и правоохранительным органам возможность профессионально сделать свою работу, еще ни в коем случае не поддаваться на эмоции и не дать возможность тем, кто заказал и исполнил это жестокое убийство, использовать нас, как марионеток в их игре. Вот еще, еще добавлю, вот реакция на его убийство со стороны Америки, с какой стати вас это интересует? Депутат Ярославской областной думы. Он был в прошлом веке в правительстве. Но, Владимир Владимирович, вы же сами сейчас начали с подробного анализа деятельности. Вы хотите сказать, что свои вели свои и, так сказать, избавились? Нет, они недовольны. Они уже его списали. Теперь они клиент главный Навальный. Теперь они его берегут и холят, так сказать. Ходорковский, может быть, они не знают, кого выбрать. Вот их три клиента было. Немцов вот уже ушел. Теперь Ходорковский и Навальный. Они будут выбирать, кто из них более весомый для них. Это американцы, я хочу, чтобы было понятно. Это креатура Америки. Готовят там, вербуют там. Это как команда Порошенко. Что она сделала Украина? Разграблена и разгромлена. Валерий хотелось у нас, через команду. Ельцин, Немцов, Гайдар, Чубайс, Кириенко. Это хотели сделать, у нас не получилось. Теперь они сожалеют из-за океана. Сожалеют. Сергей Владимирович. Вы знаете, на самом деле, действительно, это убийство, это очень серьезный вызов. И совершенно очевидно, что молниеносная реакция, в том числе руководства Соединенных Штатов, менее чем через час. Это при том, что по другим значимым событиям они часто в течение суток не могут определиться с своей позицией. А здесь на уровне президента была уже молниеносно выложена его позиция, подхваченная другими руководителями Соединенных Штатов и западных стран. Это говорит о том, что, очевидно, внешний политический фактор, вот в этой страшной трагедии, он присутствует не менее, чем внутриполитический. Более того, мы с вами сможем убедиться в том, какова подоплека этого страшного убийства завтра. Вместо оппозиционного протестного мероприятия в Марьино, завтра будет проводиться... Траурный мероприятие. Траурный, поминальный формат мероприятия в центре Москвы. Если люди пришедшие сюда действительно захотят выразить свое соболезнование, свое сопереживание случившемуся, это одно. Если под этой эгидой там будут завтра выдвигаться радикальные политические предложения, это значит, что... Ну, это то, о чем вы говорили, да, удалось нас втянуть в это или не удалось. Завтра устроят теракт там, чтобы толпа вся, чтобы вызвать Майдан, чтобы сбежала вся Москва. Человек 40 грохнут там, сверху с крыши, а они же будут идти по центру. Полиция не может все передать. Ходить не надо. Сидеть дома всем. И никуда не ходить. Ни завтра, ни в воскресенье. Я, Борис, в одном соглашусь, что для наших правоохранительных органов, а на самом деле еще и для организаторов, всех без исключения массовых мероприятий, сейчас особая задача обеспечить безопасность как участвующих, так и тех, кто будет находиться в это время рядом. Я хочу Валерию Рашкину, еще одному депутату Государственной Думы. Вы совсем недавно же встречались с Немцовым. Два дня назад мы с Борисом Немцовым были на круглом столе в московском комсомольце, обсуждали ситуацию в России, как выйти из этой ситуации. У него свое видение. Я политический противник его. Но, на мой взгляд, сегодня никакой необходимости внутри России искать врагов, кто его убил, нет. Потому что, как большой политик, Борис Немцов умер уже 10 лет назад. Он уже ничего не представлял. В медийном плане за ним не было никаких, так сказать, холдингов. Если брать как партию, это не партия, это так, как Рызки. Олег Федорович, почему Сергей Железняк, он произнес вот это словосочетание, не он первый, это сегодня. Сама гибель Немцова будет использована, возможно, как повод для того, чтобы сделать эскалацию. Сергей, я хотел сказать, что это убийство сакральное. Это убийство, которое, на мой взгляд, цепочка тянется к Соединенным Штатам Америки, Евросоюзу и Украине. Фашист, фашист, бандеровской Украины. Надо возбудить недовольство. Недовольство. Только начало, так сказать, как-то находить варианты, как успокоить Украину и гражданскую войну прекратить. Вот вам убийство. Нате вам. Посмотрите, с чего начиналась Первая мировая война. Вторая мировая война. Ирак, Сирия, Ливан с провокацией. Хорошо. Самый настоящий правильный. Либо дипломат убит, либо, так сказать, посол убит. И пошло потом. Тут еще можно связать Савченко. Не отдает Москва ее. Если убивают Немцова, Гриш, Кремль, так сказать, замандражирует. Тогда, смотрите. Давай-ка Савченко отдадим. Подождите. Отрицательное убийство Немцова. А надежу забирайте в Киеве. Тоже может быть. Это СБУ может быть сделать. Все-таки я хотел бы тогда от вас получить более или менее прямой ответ. Какая из версий вам кажется наиболее вероятной? Самое верное Киев. Америке это не надо. У них хватает возможности влиять через свой доллар. Везде доллар. И зачем кого-то убивать? За Киевом Америка. Естественно. Естественно, клиент. Там доллары, там оружие. Младший клиент выполняет. Там наемники, там все. Порошенко боится. Если все закончится правильно по Минским соглашениям, его местные военные свергают. Придет киевский пиночек. Поэтому и он заинтересован, чтобы остановить это мирное урегулирование. И все полевые командиры, и СБУ, и всем светит трибунал. Надо остановить мирное урегулирование, чтобы снова было обоятно. Я понял. От этого обострить обстановку в России. Как обострить? Убить Немцова или кого-то другого. Да, Савченко. Я не провидец, поэтому не могу говорить, кто является заказчиком этого преступления. Но интересанты этой страшной гибели, это те, кто хотят действительно ослабить Россию и внести напряженность и раскол в наше общество. Потому что вполне возможно, что сценарий не такой одношаговый, как сейчас представляется. Их задача одновременно создать эскалацию как в протестном движении, так и в ответ на радикализацию протеста создать радикализацию тех, кто выступает в поддержку власти. Вот нам важно сейчас всячески избежать радикализации в нашем обществе. Почему? Потому что именно радикализация различных политических сторон – это наиболее распространенный сценарий, по которому запускаются алгоритмы разрушения стран. И мы это видели в течение нескольких лет. Но я хочу сказать еще один важный криминальный аспект. Это тоже мы должны понимать. Если до этого случая те, кто выступает против нашей страны, ограничивались в основном экономическими и политическими дипломатическими шагами, то на сегодня они продемонстрировали готовность убивать. То есть в этом вы не сомневаетесь? И я очень-очень надеюсь, что будут предприняты необходимые меры, в том числе и правоохранительными органами, для того, чтобы ни в коем случае не допустить продолжение страшной цепочки таких событий. Еще один момент. С завтрашнего дня Украина ввела въезд на Украину по загранпаспортам. Начнется обострение отношений. Родственники не могут приехать к родственникам. Не у всех загранпаспорта. И убийство Немцова. То есть накал, накал, накатить, чтобы здесь была какая-то попытка обослить обстановку. Чтобы сорвать ситуацию на Украине, как я говорил. Все к одному, видите. Со своей стороны. Потом они всех журналистов запретили нашим там быть. Российские журналисты не могут нигде больше появиться. Русский язык запрещают. Сажают всех. Там идет террор. И вот, чтобы это скрыть, надо, чтобы это перекинулось сюда, в Россию. Беженцев миллион. Они же не все работают. Где они живут? То есть, чтобы на недовольство, недовольство там им пособия. Мне один письмо пишут. Что вы им, беженцам, по тысяче рублей даете? Мне даете тысячу рублей. Наш гражданин. Люди наши не очень довольны, что беженцам больше внимания уделяется наша страна. Вот в недовольство им хочется повернуть. И для этого нужно поджечь что-то. Поджечь вот убийство Немцова. Это Битфордов шнур. Поджечь ситуацию. Как раз весна. Первая марта. Все события в марте плохие были всегда. Я хотел сейчас... Одну секунду, у нас будет время. Именно поэтому... Я прошу прощения. Сейчас, секундочку, просто Сергею Железняку. По поводу Украины. Дело в том, что Борис Немцов действительно очень активно участвовал в политической жизни на Украине в последние годы. И известно, что он, в общем, очень ярко выступал. Но, поскольку в Киеве, даже в самом Киеве, у той власти, которая сейчас руководит страной, нет единства. Можно ли говорить, например, о таком варианте? Известно, что у Бориса Немцова связывали отношения с Олегом Лешко. Он его поддерживал в каком-то смысле. С другой стороны, мы знаем, что Олег Лешко личный враг Игоря Коломойского, за которым стоят очень серьезные деньги, за очень серьезные силы. Да, вот фотография. Понимаете, вот такой вариант украинский. Потому что сакральная жертва от внешний фактор и украинский след – это две самые популярные версии. Давайте еще раз, не как криминалисты, а как политические эксперты оценим, как было совершено это страшное убийство. Оно было совершено в самом центре Москвы, в прямой видимости Кремля. Оно было совершено таким образом, чтобы, естественно, постараться уйти от ответственности. Когда сегодня в средствах массовой информации пошла информация о том, что преступники якобы использовали машину с ингушскими номерами, я посчитал, что это еще одно подтверждение заказного типа этого убийства. Совершенно очевидно, что преступники не будут брать те технические средства или использовать другие какие-то аргументы, которые могут вывести на их след. А значит, то, что была взята машина с Кавказского региона, было сделано намеренно злоумышленниками для того, чтобы пустить следствие по ложному следу и допустить сюда так называемый Кавказский след. Но теперь про Украину. Вы знаете, Борис Ефимович, как любой человек, вправе как совершеннолетний человек сам выбирать. Это понятно, это понятно. И он мог осуществлять свою деятельность, даже когда она шла в разрез с мнением нашего большинства все эти годы. Он был помощником Ющенко, он достаточно близко общался с Петром Порошенко и с Лешко и с другими украинскими политиками. Ему никто никаких препятствий не чинил. А соответственно, даже если за этим преступлением есть украинский след, то мишень, не только Борис Немцов, мишень благополучия и единства в нашей стране. Вот именно поэтому надо не идти на поводу у преступников. Я понял, да, Вадимович? Украинские диверсанты будут совершать теракты по всей стране. Наркотики к нам идут сейчас больше через Украину, а не через Афганистан. То есть мы получили с вами самого страшного соседа. И вот это вчерашняя ночь. Он всегда на метро ездил. Площадь революции на ту сторону Новокузнецкая. Живет на Ордынке. Чего ты ночью идешь через мост? Там холодно. Девушка упросила, наверное, Борис, пойдем прогуляемся. А девушка агент СБУ Украины. И спокойненько стоит, пока из машины расстреляют ее друга. Вот тоже прямая связь следователей должны допросить ее как следует. Вы хотите сказать, что слава богу, девушка, которая находилась с Борисом Немцовым, осталась жива? Да. Вы хотите сказать, что она осталась жива не просто так? Конечно. 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 Лешко, дружочек. Вот она, эта девушка. Вот она. Топ-модель. Чего ты связался с ней? 30 лет разница. Лешко наверняка познакомил. И она наверняка связана с СБУ. Обязательно все. Я вас понял. Сейчас мы сделаем маленький перерыв на рекламу. И после чего мы продолжим говорить. И я сказал, это две самые популярные версии. Вот эта «Сакральная жертва» и «Украинский след». Но есть еще как минимум четыре, о которых мы очень подробно поговорим вместе с нашими гостями. Список Норкина, экстренный выпуск. Не переключайтесь.